Добрый день, уважаемые коллеги! Я на вашей площадке второй у вас выступаю. В марте месяце у меня была практическая супервизорская сессия, ну а сейчас мы немножко поговорим с вами о концептуализации случаев клинической супервизии, потому что это важный момент, который затрагивает, наверное, каждого психолога. Ну, буквально вкратце о супервизии, что это особое вмешательство и рассматривается как отдельная область. То есть, если раньше супервизия просто входила в программу, то это, в общем-то, можно сказать, специалист, который именно занимается супервизией, потому что есть очень отличные психотерапевты, но слабые супервизоры, потому что от супервизора требуется большое обобщение различного клинического и теоретического материала. Это особое вмешательство. Во-первых, это метод педагогический, соответственно, он предполагает некоторую критику, как более опытного товарища, потому что идет научение. Цель – это профессиональное совершенствование менее опытного коллеги, ну и выступает иногда не в нашей, может быть, российской действительности, в западной модели, как сторож профессии. То есть, не всех допускают профессии, если, например, не сдает человек свой клинический экзамен и эксперимент. Ну и, конечно, важный механизм развития компетенции у терапевтов. Почему нужна концептуализация, да, ну вот вкратце на этой круглой схеме, потому что если мы хорошо поставим диагноз или определим, с чем мы работаем, с каким материалом, соответственно, заключив контракт с нашим пациентом, мы можем спланировать терапию, и она окажется более успешной, то есть в форматере ваших размышлений. Ну, сейчас я попробую, может быть, остановиться на некоторых трудностях, которые возникают у психологов в частной практике. Я тоже работаю в частном госпитале, как руководитель аддикции расстройств личности, поэтому, соответственно, и к нам идет контингент из частно практикующих психологов, ну и на амбулаторную прием тоже самое. Ну, две у нас наиболее таких системы супервизорских, которые существуют, это терапевтическая и супервизорская модель Хопкинса, где имеется шесть осей, и семиглазая или семимерная модель Хопкинса и Шохета, наоборот. Ну, здесь между этими моделями разница в том, что акцент еще делается на организационный контекст, кодекс и этику, в отличие от шестифокусной модели. Ну, в любом случае, супервизор может остановиться в зависимости от запроса психолога или психотерапевта на одной из любых осей, или все шесть. Ну, например, психолог, я готов и о контрпереносе поговорить, и впечатления послушать и так далее. Ну, все зависит от возможностей и способностей. Ну, давайте остановимся на психотерапевтических мишенях нозологической специфичности. То есть, когда к нам пациент или клиент приходит с каким-то симптомом. Ну, я называю пациент, потому что наличие симптома предполагает, в общем-то, уже какой-то и диагноз. Почему важна здесь концептуализация? Ну, старая латинская поговорка говорит, «Bene diagnoz et bene cura». Да, кто хорошо диагносирует, тот хорошо и лечит, потому что от этого зависит и прогноз, и лечение. И здесь у нас возникает множество вопросов. Сообщать ли пациенту диагноз и в каком аспекте? Какой это диагноз? Психотерапевтический, клинический диагноз, психодинамический диагноз. Некоторые психологи ориентированы на тесты, но тесты не дают впечатления о пациенте, потому что глубинные механизмы он не вскрывает. Пациент может и, в общем-то, солгать в результате заполнения тестов. И, к сожалению, вот некоторые психологи избегают концептуализации, присылают иногда на прием. Ну, иди к Сергею Александровичу, он разберется. Так вы напишите «маленький эпикриз». Зигмунд Фрей писал там на 20-30 листах, отправляя, например, в санаторий Бенцвангеру на одолечивание своих пациентов. А тут три строчки даже не написать, потому что опять приходится все заново это делать и создавать концептуализацию. Поэтому это, конечно, очень важные моменты. Почему важна еще концептуализация для симптоматического лечения? Потому что чаще всего мы сейчас встречаемся с пациентами с пограничными и нарциссическими расстройствами, и их комбинацией. И кроме этого пациенты становятся мультиморбидными, еще и психосоматические расстройства, и разные виды депрессии и так далее. Эти пациенты часто не принимают свой диагноз или в силу исключительности. Соответственно, они быстро прерывают эту терапию, и от того, как вы с ним в самом начале договоритесь, будет зависеть этот прогноз. Ну и еще из самовольного прерывания, если у пациента есть вторичная выгода. Послали, например, на терапию жена или другой родственник, ну я же хожу на терапию, на самом деле ничего не делают. И некоторые ходят годами, ну потому что, в общем-то, желание что-то после сеанса психотерапии делать нет, не остается. Ну и мы, конечно, в клинической медицине, психиатры используем диагностическое интервью, ну и психотерапевты в настоящее время тоже придерживаются диагностического интервью, особенно, когда мы должны учитывать, это обзор предыдущего лечения, если к вам направили от другого психолога, это не значит, что он плохой. Возможно, он не справился в силу каких-то недостатка знаний или других причин. Ну и обращать внимание на социальный контекст. Это межличностное общение, включая интимные отношения и секс, потому что некоторые психологи стесняются расспросить сексуальную сторону в жизни пациента, а это тоже представление его как раз возможностей, потому что торможение сексуальной активности характеризует некоторых нарциссических пациентов. И вы, опять же, можете через этот параметр прийти к правильному диагнозу. Вовлеченность в работу, учебу, сейчас и в прошлом, ну и индивидуальный интерес и хобби проведения свободного времени, потому что многие пациенты не умеют распределять свое время и отдыхать. Это тоже моменты, которые следует учитывать. А посему мы встречаемся с вариантами диагнозов при пограничном расстройстве личности, которые мигрируют от специалиста к специалисту. Ну, придет к терапевту, там расстройство пищевого поведения, начнут заниматься, да? Психиатр может поставить шизотипическое расстройство или биполярное расстройство, да? Генерализованная тревога. Невролог назначит лекарство. Там к сексологу пойдет, найдет парафилия. Еще один симптом в рамках этого же пограничного расстройства. Ну, к нам попадет, мы найдем аддиктивную патологию, естественно, на чем разбираться уже с полным комплексом других сопутствующих расстройств. Ну, и, например, можно использовать для концептуализации такую достаточно наглядную схему, как патобиограмма. Здесь по оси абсцисс у нас есть диагнозы, ну, а по оси ординат наиболее типичные проявления каких-то личностных черт. Вот. И если рассмотреть эти симптомы у пациента и разложить в эту таблицу, то вы увидите, что у многих начало различных симптомов уже в детстве. Ну, например, вот у пациента, которому 19 лет, 5-7 лет уже были ссоры с матерью, обиды на тролли, потом неприятие коллектива и так далее. Ну, я не буду сейчас всю таблицу рассматривать. И обращались они с различными диагнозами. Депрессивный синдром. Кто-то поставил из подросткового психиатра. Потом было биполярное расстройство. Потом шизотипическое расстройство. Видите, диагнозы менялись, исходя из анамнеза. И к нам попал, это уже диагноз, пограничное и нарциссическое комбинированное расстройство, плюс зависимость от нескольких психоактивных веществ. Попал к нам после белой горячки и передозировки. Ну, вот это вот пришлось, как говорится, сделать всю эту информацию, собрать и так далее. И он сбежал из реабилитационного центра. Потому что следующий диагноз, я вам уже скажу концептуально, наблюдение уже включенное, это синдром злокачественного нарциссизма. Но это уже, конечно, было поставить в самом начале невозможно. Это, как говорится, по ходу пьесы. Ну, в настоящее время у нас в международной классификации болезней как бы такого пограничного расстройства и нарциссического нет, есть пограничный синдром. Но есть такая, может быть, категория, которую мы рассматриваем, как легкое расстройство личности, умеренное расстройство и тяжелое расстройство личности. Вот, что касается биполярное расстройство личности, вот мы даже с нашими психиатрами, которые в клинике иногда ругаемся, потому что они не спрашивают, опять же, психосоциальный анамнез. Могут быть аффективные колебания, но при биполярной расстройстве не будет нарушения объектных отношений, которые наблюдаются достаточно давно, еще до появления вот этих, как говорится, симптомов. То, что как раз на патобиограмме и отражалось в различных поведенческих проявлениях, когда не было еще колебаний аффекта. Это вот как раз в основном из анамнеза. Ну и, конечно, вот для постановки именно диагноза можно учитывать и другие системы, в частности, деменциальную характеристику системы Керенберга, которая тоже близка, ну, в общем-то, к разграничению расстройств личности по степени различных тяжестей. Кроме этого, мы сейчас наблюдаем, что в рамках ПРЛ и НРЛ мы сочетаются с симптомами зависимого поведения. Причем эти симптомы зависимого поведения психологи тоже не видят. Вот на этом слайде перечень этих симптомов. И, как видите, сюда ходит даже скрупулезная уборка и организация труда, порезы, шоппинг, еда, когда не голен, и ряд других. То есть то, что характеризует любые компульсивные действия, часто повторяющиеся. Это упускается тоже в анамнезе. Что касается нарцистического расстройства, она тоже мигрирует. Если вы посмотрите на эту схемку, к чем обращаются первичному звену, в том числе к психологам, психотерапевтам, психиатрам, алкогольная зависимость, посттравматическое стрессовое расстройство, специфические фобии, биполярное расстройство 1, генерализованная тревога, большая депрессия, злоупотребление веществ, социальная тревога. Но пока мы не определимся, все-таки, что же это такое. Ну вот в качестве иллюстрации девочка, она художница, 18 лет, которая обращалась к депрессии, лечилась антидепрессантами, нарисовала рисунок. Вот видите, антидепрессант в голове, и она подписала, сука, теперь не легче, зато не больно. Ну вот, но попала к нам уже с лекарственной зависимости. То есть депрессия была проявлением как раз именно пограничного расстройства личности. Поэтому нарциссическая депрессия, она обычно кратковременная, ну и связана с каким-то поражением, неуспехом, страхом провала и так далее. Вот. Ну и здесь вы посмотрите уже дома, у вас все есть эти слайды, симптомы нарциссического расстройства. Здесь они собраны на двух этих слайдах, и вы увидите здесь много, как бы, этих симптомов, которые нужно вам, может быть, учитывать в своей практике, когда вы собираете сведения о пациенте. Я не буду на нем останавливаться. Ну, в том числе наркотическая, алкогольная зависимость, расстройство пищевого поведения, вот, сексуальная распущенность, промискуитет, хрупкая идеализация, обесценивание, как две характерные защиты для нарциссических пациентов. Ну, и у них, как бы, выраженное патологическое грандиозное я, которое состоит из восприятия идеального, реального я, как себя, так и других, и обесценки, поэтому эта схема тоже важна для диагностики. И спектр нарциссической патологии тоже, в общем-то, делится на определенные, может сказать, стадии тяжести, то есть тоже деменциальная характеристика. Вот, например, хорошее поверхностное функционирование говорит о высоком уровне нарциссическом расстройстве. Там могут быть какие-то, ну, может быть, отдельные неприятности, конфликты, но человек хорошо функционирует в детстве. Вот одну пациентку я супервизировал с нарциссическим расстройством в другом городе, она прекрасно функционирует, но живет в токсических отношениях с мужем, и везде изображает себя как жертву, и ничего не меняет. И вот ходит она целый год к психологу, а на самом деле, что сделано в плане выздоровления. Действительно, психолог обратилась, ну и нашли как бы пути выхода из этого кризиса, потому что надо с этим конфронтировать. Про диагноз тоже не говорили, потому что это важно, пациент не понимает, что она действительно лечит. Ну, есть пограничная динамика, и есть вот синдром злокачественного нарциссизма, то есть приближающий к такому психотическому уровню. Вот три степени тяжести. Синдром злокачественного нарциссизма, он, конечно, уже более выраженный, и здесь может быть и параноидная симптоматика, антисоциальная симптоматика, а часто паразитируют на своих родственников. Такие пациенты, которые, в общем-то, родители за них платят, но они ничего на самом деле не делают, потому что нет мотивации на самостоятельную жизнь и разрешение каких-то сепарационных процессов. Для нарциссистических личностей характерна выраженная уязвимость и повреждение самооценки. То есть это те две мишени, которые, в общем-то, наиболее важны непосредственно уже психотерапии. Потому что страх провала, страх поражения и так далее для них, в общем-то, неприемлем. И отсюда вот ваше название прокрастинация, да? Такие пациенты стараются отложить поход на работу, какой-то риск и так далее, потому что лучше отсидеться где-нибудь в сине, чем получить деструктивную критику, опять же, будет удар по их самооужению. Вот здесь как раз прокрастинация для них очень характерная черта, даже в большей степени, чем для пациента с пограничной личностной организацией. Следующий у нас осили, блок – это фокус на клинической ситуации. Ну, я вам, как говорится, юмористическую картинку нарисовал. Да, родители тонко намекнули, что пора съезжать, Ванюшке 30 лет. Тортик такой ему подарили. Ну, потому что с этими процессами мы сталкиваемся постоянно. Вот сегодня я проводил психодраму в своем отделении, и мальчик, он как бы с еврейского происхождения, игроман, попал сюда в связи с тем, что у него игровая зависимость. А на самом деле в сочетании с пограничным расстройством личности мы воспроизвели его семейную ситуацию, которая будет через три дня, ну, семейная сессия, как двигаться дальше, выписываться или ехать длительную реабилитацию в наш загородный центр. Так он, в общем-то, не смог своей маме противостоять совершенно, наиграл другой пациент, причем он хорошо сыграл, они же друг друга уже знают, информацию, и он был парализован, просто, как говорится, выпал в осадок. Ну, я уже пошутил старый еврейский анекдот, я говорю, Яше будет уже завтра 60 лет, и наша семья собралась давать или нет свободу. Он сам засмеялся, говорит, ну, действительно так, потому что полный контроль моей мамы, которая сидит дома и ничего не делает, за моей сестрой, за моей жизнью и так далее. В результате симптом, что он делает? Как симптомы системы связаны? Он каким-то образом дает возможность ему эмансипироваться. Поэтому иногда очень важно нам смотреть эти совместные вещи, и для пациентов важна иногда госпитализация в стационар на 2-3 месяца или в длительную реабилитацию, чтобы как-то разъехаться и сепарироваться, потому что пока не будет сепарации для пограничного пациента, эффект лечения сводится на нет. Далее. Ну, фокус на психотерапевтическом процессе и методе. Третья ось шестифокусной модели. Здесь мы исследуем уже, что делал психотерапевт, какие он принимал действия, какие он использовал техники, как это было длительно. Краткосрочная, долгосрочная терапия. Иногда приходит на супервизию 5 лет гештальтерапии. И что? Вот даже у Коренберга мне понравился. Говорит, а почему до сих пор в течение 5 лет 33-летняя женщина живет на родителей, которые платят за терапию? Понимаете? Где же тут гешталь? Где же тут, как говорится, осознанно, самостоятельно и так далее? Так иронично. Поэтому тоже надо смотреть, какая терапия, какому пациенту и, возможно, иногда их комбинировать. Поэтому, уважай коллег и других направлений, не пошло одно, но предложи, что необходимо дополнить групповой терапией, чтобы глазами других посмотреть или, возможно, комбинацию терапии, потому что что-то не идет. Тем более гештальтерапия была создана в основном для невротического уровня или высокого уровня к пограничной организации. Но для среднего и низкого уровня пограничного она очень малоэффективна. Поэтому приходится дополнять различными здесь методами. Поэтому совместно с успервизором можно разрабатывать какие-то альтернативные модели. Зависимым, например, только интегративный может быть помочь метод и чаще всего реабилитация, где, в общем-то, человек получает всю интенсивную терапию круглосуточно. Ну и еще один момент, который необходимо здесь обратить внимание. Когда пациента мы берем на терапию, важно нам соблюдать психотерапевтическую рамку и контракт. Потому что если вы не очертите психотерапевтический диагноз и пациент не поймет, сколько времени ему необходимо лечиться и не создадите контракт конкретно, когда посещение, какая оплата и так далее, то опять же может произойти срыв терапии. Вот у меня был недавно случай, мой родственник прислал даже из другой страны пациент, он начал манипулировать, мне через две недели, я это не успею прочитать и так далее. Нет, говорю, у меня такая терапия не пойдет. А почему? Мне так неудобно. Потому что это мешает вашему движению вперед и вашей личности, и нарциссический радикал будет усиливаться. Ну, вообще-то, конечно, я не очень мотивирован сейчас на терапию. О, после моей конфронтации, ну, когда я найду время регулярности сеанса, я говорю, милости просим. Ну, во всяком случае, я ему отказал в терапии, потому что условия для терапии были не созданы. Вот поэтому очень важный этот момент. И минимизировать вторичную выгоду. Сразу смотрите, если есть вторичная выгода, терапия сразу забуксует. Она может быть скрытой. Или родственники могут. Например, у меня был на случай супервизии девочка 18 лет, мама платит за терапию, сама юрист и не сотрудничает с психологом. И психолог то одно попробует, то другое попробует, но мама не стала союзником психолога и вставляет в палки в колеса психотерапевту. Так терапия не идет, она буксует, понимаете? Вторичная выгода у мамы. Да, чтобы девочка не поправлялась. Такое тоже в нашей практике бывает. Ну, еще несколько сейчас моментов концептуализации. У меня еще есть пять минут, я думаю, уложусь. Сейчас практически во всех направлениях, я с коллегами встречаюсь и в других направлениях, вот на семинаре нашем по супервизмск, вот как бы модель в когнитивно-поведенческой терапии. Кроме того, что традиционно, как они используют стимул реакции автоматические мысли, вы посмотрите в подвальчике значимые данные жизни, потребности, история семьи, что, может быть, лет 10 назад так пристально этому внимания не обращалось. То есть концептуализация пошла уже в более расширенном ключе. И здесь важно нам смотреть на некоторые ригидные установки, потому что, можно сказать, граффити или иконостас. Это из нашей галереи Колхуи, которая на Фонтанке, можете сходить, очень интересная галерея, и оттуда иногда молюсь. Вот, например, молись и кайся. Почему пациент, например, не пошел в духовную практику и отрицал всякую высшую силу? Потому что, когда ему было 4-5 лет, и он орал, мама его брала за шкирки, сажала в машину и везла в монастырь на отмоление грехов. У него отвращение вообще ко всякой духовной силе. Понимаете, с чем надо работать? Какие глубинные вещи? Или у ребенка должен быть отец? Не муж мне, а ребенка отец. То есть она берет очередного отчима, ребенок страдает, попадает к нам в реабилитацию, потом с наркотической зависимостью. Вот эти вот ригидные установки, они тоже требуют проработки. Ну, что касается потребностей, я бы вам рекомендовал почитать эмоциональные триггеры и триггеры к переменам Дэвида Ричо. Это американский психотерапевт итальянского происхождения. И вот эти потребности, особенно пять потребностей, внимание, принятие, понимание, любви и дозволение у него расписаны очень широко. И вот как раз они бы дополнили ту схему у когнитивно-поведенческих терапевтов. Вот здесь есть у вас ссылки, видите. Вот еще одна модель, которая сейчас внедряется к нам в супервизорскую практику. Это модель СКАО, или когнитивно-аффективные и мотивационные процессы. Суть этой модели заключается в том, что вы видите стрессоры, триггеры, которые идут из тени эго или ранних жизней. Если то что, мы часто видим поверхностное поведение, сепарационную тревогу, депрессивность, раскованное поведение, враждебность, прокрастинация. Вот опять же, вам ставил, как говорится, в рамках лозунга вашего. Но между этими имеются стратегии кодирования, то есть те установки, которые лежат как бы сверху. Ну, например, ты не должна родиться. Наша пациентка с алкогольной зависимость. Мастернушала ей с детства. Понимаете? У нее самоважение с гульки нос. Поэтому задача нам восстановить его самоважение. Сейчас она третий месяц в реабилитации. Вообще выздоравливает. Активно, довольная, счастливая, помолодела. Жизнь налаживается. Или другая пациентка с психосоматическим расстройством. Не ударить глязь лицом. У нее установка. И она всегда застывала. Всегда, когда нужно было проявить свое мнение, проявить какую-то агрессию и так далее. Причем агрессию проявляет на своих дочерей сто процентов. А вот где-то в обществе ей нужно соблюсти это лицо. Ну, использование Денфитакра. Концептуализация и в схемотерапии теперь появилась. Вы можете посмотреть, да? Она есть в экзистенциальной терапии. Тоже теперь есть концептуализация. Даже в краткосрочной модели вы можете на блоке изложить и использовать какие-то моменты, да? Или 28 клинических гипотез, которые можете поставить по конкретному пациенту и тоже использовать, чтобы разложить или посмотреть, где есть какой-то пробел той или иной системы. Ну и заканчиваю. Становление психотерапевта и супервизора, оно длительное. Нельзя приклеить гусениц и крылья, заставить ее как бы летать. Она должна измениться изнутри. Для этого нужен опыт и время. Ну и примеряйтесь как бы с другими направлениями психотерапии. Ну и иногда очень полезно как бы советоваться и с другими супервизорами. Вот у меня есть супервизор супервизора. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»